В областной столице продолжается Тюменский нефтегазовый форум. На деловом завтраке участники обсудили вопросы экологической безопасности. Один из ключевых введений Европейским Союзом углеродного сбора. Это может привести к серьезной финансовой нагрузке на российские предприятия. От 3 до 5 миллиардов долларов в год. Как относиться к такому развитию, крупные игроки на рынке еще не определились. Цель 95% углеводородами, вторая половина сосредотачивается. Надо понимать, что если углеводородам осталось, например, времени, когда они еще будут иметь ренту 30-40 лет, то мы должны понимать, что чтобы эти ресурсы не остались в земле, мы сейчас должны приложить максимальное усилие, чтобы их добыть, чтобы пустить это на благо экономики. Чтобы тот инвестиционный ресурс, эта рента, которая там есть, была использована. Во второй половине дня Александр Мор вместе с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым осмотрели выставку инноваций. В ней участвуют более 60 нефтегазовых компаний и предприятий. Вице-премьеру презентовали экономический, инвестиционный и научно-интеллектуальный потенциал Тюменской области. Говоря о важности форума, Александр Мор отметил, что кроме дискуссий о перспективах, есть практический результат. После каждого форума и каждый год, вернее, мы подводим итоги по количеству заказов, которые нефтегазовые компании размещают на предприятиях Тюменской области, и промышленных, и сервисных, и крупных, и малых, и средних. Могу две цифры 2017 года сравнить с 2019. В 2017 году объем таких заказов совокупно был 65 миллиардов рублей. По итогам 2019 года больше 102 миллиардов рублей. 2020 год, понятно, год непростой, но динамика понятная. Кроме того, в рамках форума Александр Мор подписал три соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями Сакар Энергоресурс, Цифра и Сибур Холдинг. Продолжение следует...